Всем привет! С вами снова Infocar.ua и новый Renault Kadjar. Ну, наконец-то, к нам стали поставлять настоящие модели Renault, а не только бюджетный сегмент, который, по правде сказать, и вовсе дача. Процесс этот, правда, происходит очень планомерно и постепенно, но, слава богу, начало положено. Итак, Kadjar стал новинкой не только для рынков Европы и Азии, но и для самой компании Renault, ведь до этого опыта постройки подобных автомобилей у нее не было. Поэтому в Renault обратились ко всему потенциалу альянса Renault-Nissan, который имелся на тот момент, но об этом несколько позже. Сейчас же давайте знакомиться конкретно с нашим экземпляром. Это дизельная версия с шестиступенчатым преселективным автоматом и моноприводом. И это одна из тех модификаций, которые планируются к поставке на наш рынок в следующем году. Ну и относительно молодости самой модели скажу, а точнее напомню, что дебютировала она весной этого года на автосалоне в Женеве. Кроме такой вот модификации можно ожидать бензиновый 1.2 с автоматом и 1.6 дизель с механикой и уже с полным приводом. И сразу же отмечу, что полный привод возможен только в сочетании с более мощным дизельным мотором. Интересно, что монопривод может комплектоваться системой Extended Grip, которая призвана несколько облегчить передвижение вне твердых покрытий. Более подробно рассказать вам о комплектациях или же ценах, увы, на данный момент я не могу, потому что попросту их не знаю. Они станут известны ближе к началу продаж, которая запланирована на середину следующего года. Разве что могу сказать стартовую цену Каджара на его родине во Франции. Она начинается с 22 990 евро. Дизайн нового кроссовера выполнен в стилистике концепта Capture, авторства шеф-дизайнера Renault Лоренса Ван Денакера и отличается пластичностью форм. Перед вами очередное воплощение нового стиля марки, который отличается плавными и округлыми линиями, крупной эмблемой на радиаторной решетке. Сама радиаторная решетка очень сильно изогнута, а солидности облику спереди добавляют фары с дневными ходовыми огнями с отличительным рисунком. А задняя оптика еще и фактурная и смотрится очень по-взрослому. Если вам показалось, что где-то подобный дизайн вы уже встречали, то ощущения вас таки не подводят. Каджар отдаленно похож на Nissan Qashqai. Все-таки построены автомобили на одной платформе. Но при более детальном рассмотрении окажется, что у них нет ни одной общей кузовной панели, у каждой модели они свои, оригинальные. Кстати, в качестве своеобразного домашнего задания в Renault нас очень попросили продемонстрировать дополнительные аксессуары к этой модели. Вы наверняка уже обратили внимание на ветровики на передних дверях, а сейчас я смонтирую на крышу еще и дополнительный багажник. Посмотрим, как это получится. Смонтировать багажник оказалось несложно даже в одиночку. Никакого специального инструмента для этого не требуется. Все можно осуществить, как говорится, голыми руками. Сначала монтируем и зажимаем поперечины, а затем крепим к нему непосредственно багажный бокс. Мне это удалось сделать даже без особой сноровки и подготовки. Главное было не задеть сам автомобиль. Притягивается бокс с помощью четырех винтов, но по большому счету он не имеет защиты от воров, потому что не закрывается. Даже в сложенном состоянии любой прохожий может его поднять, открыть и, соответственно, открутить и унести. По всей видимости, такая конструкция крепежа рассчитана на спокойную и честную Европу. Впрочем, ее плюсом является то, что когда бокс не используется, его можно схлопнуть, так сказать, в походное состояние, и тогда он будет оказывать меньшее сопротивление воздуху. Но, тем не менее, с боксом на крыше расход, как мы поняли, возрастает в среднем на пол-литра. И надо обязательно не забыть, что если установлен бокс на крыше, то действует ограничение максимальной скорости 130 км в час. Впрочем, это справедливо для всех боксов. Дверной проем в Каджаре очень широк, поэтому и посадка, и высадка происходят на передние кресла без особых стеснений. Сидения также комфортно и радостно, можно сказать, принимают водителя в свои объятия. Причем боковая поддержка здесь, казалось бы, ярко выражена, ее хорошо видно, но при этом тело она удерживает комфортно, аккуратно, скажем так, и сильно не стесняет. Тем более, сама спинка высокая, но в плечах не жмет. То есть, здесь конструкторы все проработали и рассчитали правильно. Если говорить о регулировках на водительском месте, то здесь они достаточно велики, как у рулевого колеса, особенно по глубине. И само кресло также регулируется в широком диапазоне. И скажу вам, что я свою удобную посадку подобрал очень быстро. Дизайн салона в целом получился весьма самобытным. Пусть в нем не сразу признается Рено, но и родственный Ниссан здесь не чувствуется. Да, очень схож блок двойного климат-контроля, но и здесь он немного иной. И одинаковые некоторые кнопки по мелочам. Зато есть ухватистая ручка для переднего пассажира и держатель для монеток. И, кстати, на этом же месте живет шайба выбора режимов полноприводной трансмиссии, если Каджар оснащен таковой. Ну, а если серьезно, самые главные фишки его салона – это мультимедийная система Air Link 2-го поколения и приборная панель. Вся информация, предоставляемая на нем водителю, подается на экранах. Здесь их три, и ни одной аналоговой стрелки вы не найдете, только их имитацию. К подаче самой информации я привык довольно быстро. Но самое классное, что вид центрального экрана можно настраивать. Имеется четыре вида шкал и пять вариантов подсветки. Комбинировать их можно по своему усмотрению, в сочетании множество. Правда, следует признать, что не все цветовые схемы можно выдерживать долго, например, фиолетовую. Но решение классно. Мультимедия обладает цветным сенсорным экраном диагональю 7 дюймов, неплохим функционалом, включая GPS-навигацию, и дружелюбным к пользователю интерфейсом. Вся информация в меню сгруппирована по блокам, поэтому пользоваться ей удобно, и нужные функции находишь буквально интуитивно. И что немаловажно, она не тормозит. Даже при быстрой работе с картами претензий у нас к ней не возникло, разве что к кнопкам «Приблизить» и «Удалить», которые спрятаны в подменю. Сама картография обширна и включает западную и восточную Европу. Как и в случае с приборами, должное внимание уделено индивидуализации. Есть несколько предустановленных профилей, есть возможность слегка настроить оформление под себя. А больше всего мне понравилось управление рабочими столами, содержание которых выбирается по желанию. В этом плане второй R-Link сильно приблизился к операционкам для смартфонов. Из интересных функций я бы отметил подробный отсчет об экономичности поездки. И здесь же даются подсказки, как вам достичь еще лучших показателей. Мониторинг качества воздуха, это я, наверное, впервые встречаю. Бывают ионизации, но вот так, чтобы показывало, какой воздух был, какой он сейчас, чище или грязнее. Опять-таки удаление запахов, это, пожалуй, впервые. Потом имеется давление в шинах. На автомобилях такого класса нечасто встречаемая функция. И оно же выводится на приборку прямо перед глазами водителя. А также понравилась камера заднего вида с траекториями. В зависимости от поворота руля они меняются. Кроме того, можно настраивать по камере настройки. И здесь зайдем в подменю. Настройки изображения. И можно настраивать яркость, тональность буквально. То есть все эти тонкие параметры. Я вам скажу, даже без особых тут настройки, я ими не игрался. Но в ночное время назад видимость хорошая. То есть камера справляется и в темное время суток. Но вот, пожалуй, самые прикольные фишки этой системы. А вот посадка на задний ряд уже не такая вольготная. В основном из-за зауженного проема двери. И самой двери, которая открывается на небольшой угол. Хотя, находясь уже непосредственно на заднем диване. Мне с моим ростом 1,82 м. Довольно просторно. Есть запас до спинок. Очень вольготно ступням. Даже в самом низком положении кресла. Ими здесь можно буквально размахивать. И есть, что немаловажно, запас над головой. Кстати, по своему заднему ряду, Каджар очень схож с Кашкаем. Потому что по пространству здесь все примерно так же. Некоторые элементы заимствованы напрямую. Например, дверные карты. У них здесь жесткий пластик. На передних был мягкий. Подлокотник вот точно такой же. С двумя подстаканниками. И большая ниша по центру. Кстати, в более дорогих версиях, насколько я помню по Кашкаю, здесь должны быть два дефлектора для задних пассажиров. Ну что, смотрим багажник. Клавиша его открытия находится довольно низко. И в плохую погоду наверняка будет пачкаться. Но низости порогу это не добавляет. Он, как видим, не такой уж и маленький. По заявлениям производителя, объем данного багажного отделения 409 литров. Это с учетом запаски в подполе. Ну и будем надеяться, что нам не соврали. И на вскидку внешне плюс-минус где-то оно так и есть. Может быть чуть меньше 400. Я бы дал 370. Багажник достаточно широкий, но невысокий. Почему? Потому что здесь двойной фальшпол на самом деле. Есть вот такой вот органайзер, где можно припрятать то, чем пользуешься редко. Например, какой-то ветош или еще что-то. Вот эти две створки вынимаются. Здесь вот у нас уже под настоящим фальшполом находится докатка. Небольшой набор инструмента, но это стандартно, в общем-то. И еще хотел бы отметить две ниши по бокам. Они довольно большого объема. То есть, что-то в них можно упрятать. Ага. Ага. Обратно просто так не хочет. Вот эти вот ниши я имею в виду. Слева и справа. И что привлекло мое внимание, кроме этого, шторка. Вот на самом деле сейчас пошла какая-то мода на шторки из очень дешевого материала. Не знаю, может быть это экологично или какая-то забота о вторсырье, о переработке материала из него. Но на самом деле выглядит это все просто очень дешево. Так, идем дальше и складываем задний ряд сидений. Делается это очень легко и просто из самого багажника. Клавиша номер один. Большая половина сложилась. И клавиша номер два меньше. Как видите, мы получаем фактически ровный пол с учетом нашего фальшпола. И довольно внушительную погрузочную площадку. Но, если вам нужно ее удлинить, то есть, например, какой-то карниз для штор вы везете для своей тещи, то дополнительно можно сложить спинку пассажирского переднего сидения. Идемте посмотрим, как это происходит. Вот какая площадка у нас получилась. Прилично. Как я уже упоминал, Каджар построен на одной платформе с Nissan Qashqai. Называется она CMF, что расшифровывается как Common Model Family. По своей сути, она напоминает таковую платформу концерна Volkswagen. И является очень гибкой и моделируемой. То есть, это некий набор основных элементов, который позволяет в зависимости от необходимости строить на нем различные модели. От самых компактных до весьма больших. Ну, например, вот ближайшими родственниками Каджар являются и компактный кроссовер Квиди, и новый хэтчбэк Renault Megane, и флагман бренда, между прочим, Renault Talisman, а также минивэн Espace и те же Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. И на этом перечне моделей Альянс не останавливается. В дальнейшем планируется постройка новинок, также на основе вот этой вот платформы CMF. И если колесные базы у обоих кроссоверов одинаковые, это 2 метра 64 сантиметра, то вот в дальнейшей технической начинке начинаются различия. Например, мотор, который установлен здесь под капотом, это реношный агрегат, давно и успешно использующийся на различных моделях марки. Мне он попадался на тест не один раз. С объема всего полтора литра инженеры в данном случае сняли 110 лошадиных сил и 250 ньютонов крутящего момента. Любопытно, что если бы стояла механика, а не автомат, было бы все 260. Казалось бы, сам по себе объем небольшой, но при этом едет Каджар весьма бодро. И в городе, и в потоке на трассе я чувствовал себя как рыба в воде буквально. То есть совершенно не проблема удерживаться даже при быстром ритме движения. Можно смело выходить на обгоны и можно даже вырываться вперед со светофором, ну если уж очень этого хочется. А наибольший прилив мощности и момента, вот по ощущениям, он наступает где-то в районе двух-трех тысяч оборотов. Но при этом, если уже давить на полную, то и к четырем тысячам он не стухает. Ну, конечно, нужно понимать, что полтора литра это полтора литра и требовать многого не стоит. То есть понятно, что есть автомобили, которые будут быстрее, которые, соответственно, мощнее. Но если бы я рассматривал покупку автомобиля именно с таким мотором, кроссовера с таким мотором, то те требования, которые я бы к нему выдвигал, он вполне удовлетворяет. Вот за время теста по этому вопросу претензий не было никаких. Возможно, мой оптимизм продиктован еще и расходом топлива. Но вот давайте прикинем, это кроссовер, то есть не маленький и не такой уж легкий. У него коробка автомат. И при всем этом расход в городе может легко составить 5 литров на сотню километров пути. То есть в среднем у нас вот цифра колебалась от 5 до 6 в зависимости от условий езды, в зависимости от включения режима эко. Здесь есть такая опция. И свою лепту вносила еще вот тарелка НЛО на крыше. То есть по моим прикидкам она добавляет где-то пол литра на сотню. Но если ее снять, если включить режим эко и ехать спокойно в потоке, то есть не пытаться там сэкономить последние капли топлива, а просто нормально размеренно ехать, то выйти на цифру 5 вполне реально. Ну и несмотря на весьма скромные заявленные характеристики разгона до сотни, мы решили его все же проверить. Ну что ж, 11,7 секунд до сотни заявлено. И сейчас я попытаюсь этого показателя достичь. Главное не разогнаться выше 130 км в час, чтобы багажник наш не улетел. Ну что ж, погнали! Увы, к сожалению, из-за низкой облачности наш прибор отказывается работать. Вот видите, он до сих пор ищет хоть какой-нибудь спутник, поэтому никаких точных цифр мы вам сказать не можем. И сами их не узнали. Так что остается поверить французам на слово и принять на веру 11,7 секунд. Ну а по субъективным ощущениям скажу вам, что разгоняется каджар довольно бодро и даже немного вдавливает в кресло. Ну и что касается динамики замедления, торможения, то здесь мне все очень понравилось. Останавливается кроссовер очень уверенно, даже несмотря на зимнюю резину. Такие дела. Коробка передач здесь это не простой автомат, это преселективный робот с двумя сцеплениями. У Renault он называется EDC. С ней мы уже знакомились во время теста хеджбека Megane и в целом остались ей довольны. Сейчас же наше положительное впечатление только усилилось. Она очень мягко и быстро переключается, оставляя этот момент вообще незаметным для водителя. Но, как и в прошлый раз, ложка дегтя таилась в неидеальном переключении между первыми двумя передачами. Управляющая электроника иногда почему-то медлит, передерживая первую, а иногда смена происходила ощутимо для водителя. Отдельных режимов, например, спортивного или зимнего, не предусмотрено. Есть только ручной выбор передач. И он не будет лишним, потому что коробка умеет трогаться со второй и притормаживать с помощью передач. Ну и если попытаться резюмировать, то все положительные впечатления от езды с таким автоматом, они способны перечеркнуть имеющиеся минусы. Ну и добавлю, что сама по себе коробка производства фирмы Getrak. Подвеска порадовала и удивила даже нас своей работой. Потому что все неровности она старается проходить мягко и комфортно. И даже там, где дефекты дорожного покрытия уже совсем откровенны и явно заметны, все равно она будет потряхивать, но потряхивать мягко. То есть о комфорте пассажиров она заботится, и это очень приятно. И мы даже не ожидали, вот после теста Каптюра, такого откровенно жесткого, были приятно удивлены. Причем все сюрпризы наших дорог она старается обрабатывать еще и тихо, без лишней гремучести. Да, в поворотах есть некоторая валкость, но эти крены не пугают и находятся в пределах нормы. И самое интересное, что если впереди здесь стойки Макферсона, то сзади балка. Так что балка-балки рознь, да и правильные настройки играют важную роль. Вдобавок ко всему, давайте проверим клиренс, ведь цифры заявлены амбициозные – 200 мм. Но, как мы и подозревали, они оказались завышены. Реально Каджар не смог взять планку даже в 180 мм, поэтому его реальная цифра клиренса – 160. Что касается рулевого, то здесь я в первую очередь хотел бы отметить весьма необычный развернутый хват. То есть, если взяться вот в этих местах за руль, то руки немножко как бы разворачиваются. Но на самом деле не сказал бы, что это доставляет какие-то неудобства или дискомфорт, просто немного необычно. В остальном, довольно много оборотов от упора до упора здесь. Это немногим больше трех. Но при этом работать им, вращать, например, на парковке, совершенно несложно. Руль очень легкий, поэтому никаких дополнительных усилий не требуется. Ну и работа по его вращению будет выполнена не зря, потому что выбор здесь очень хороший. Зачастую я за один раз разворачивался там, где на других автомобилях приходилось бы это делать в два, то и в три подхода. Ну и что касается езды по прямой, на скорости, например, по трассе, руль немного тяжелеет, но все же остается таким, знаете ли, пустоватым. В плане обзорности я похвалить Каджар, к сожалению, не могу. И главные мои претензии к передним стойкам. Мало того, что сами по себе они широкие, так они еще больше утолщаются к низу. И к тому же переходят в весьма заметные ребра капота. Во-первых, это ограничивает сектор обзора. И при повороте направо то, что происходит в некоторых углах обзора, вы просто не видите. Вот сегодня, например, заезжая во двор, я буквально не заметил целый автомобиль, который выезжал мне навстречу. А во-вторых, сами вот эти вот ребра, они не добавляют чувства габаритов, но зато при вымытой машине и при солнечной погоде они бликуют. Так что, к сожалению, вот такие дела. Да, и еще в плохую погоду щетки не доходят до конца, то есть оставляют очень широкий, неочищенный сектор. И опять же, это вносит свою негативную лепту. Ну и салонное зеркало, честно говоря, могло бы давать обзор получше. Там вот в районе пятой двери есть какой-то кожух на крыше, и он опять-таки сужает сектор обзора. Ну, разве что наружные зеркала здесь неплохие, к тому же они могут быть оснащены еще системой мониторинга слепых зон. На данном автомобиле ее нет, но вообще она в теории возможна. Ну и к шумоизоляции у меня тоже есть вопросы, я бы сказал даже претензии. Если самое первое впечатление позитивное, то есть дверь закрывается с приятным хлопком, чувствуется тяжесть в руке, то есть все, так скажем, по-богатому, то когда ты начинаешь ехать, ты понимаешь, что они пропускают буквально всякий шум. Например, на небольших скоростях в городе это шум от попутных машин или же стоящих рядом на светофоре, а когда начинаешь двигаться быстрее, то это будет шум ветра уже к 120 км в час. Он отчетливо слышен где-то здесь вот в районе передних стоек и опять же вот в дверных картах. Почему не зашумели лучше, я, честно говоря, не знаю, но очень хорошо помню, что такая же проблема была и у Кашкая. Ну и в качестве промежуточного резюме оставим, скажем так, некоторые заметки на полях. В них впишем высокую посадку, что априори приятно, удачно проработанную эргономику, это понимаешь именно в движении. Например, здесь уже традиционно для Рено оставлен подрулевой переключатель управления музыкой. И я думаю, что в будущем от него также не откажутся, потому что это своего рода уже визитная карточка бренда. Ну и также то, что автомобиль на дорогах привлекает внимание, несмотря на то, что иномарок у нас сейчас очень много, но тем не менее, поэтому потенциальный интерес к этой модели имеется. Ну что ж, Рено Каджар нас приятно удивил. Здесь и интересный самобытный дизайн, и хорошо скомпонованный салон с прикольной начинкой, и техническая часть с великолепным дизелем и очень адекватным преселективным автоматом. Жаль только, что подвела шумоизоляция и обзорность. Но делать какие-то более детальные выводы сейчас еще преждевременно, потому что мы не знаем цены, а именно она будет основополагающим фактором. Ведь потребитель, выбирая кроссовер и глядя на эту модель, наверняка, я уверен, будет в первую очередь сравнивать ее с Nissan Qashqai. Но, в принципе, развести Каджар с соплатформенником по Альянсу будет не очень-то и сложно, ведь, как мы с вами уже убедились, эти две модели не такие уж и близнецы, и во многом разнятся. Ну, например, на вскидку здесь свой полуторалитровый дизель весьма неплохой, опять же, есть бензиновый турбомотор, который можно стыковать с автоматом, а не только с механикой, как у Qashqai, и другие отличия. Впрочем, не будем зацикливаться только на Qashqai. В данном сегменте у Каджара конкурентов хоть отбавляй. Ford Kuga, новые Tiguan, Tucson и Sportage, обновленная CR-V, Mazda CX-5. В общем-то, список этот можно продолжать еще долго, поэтому побороться будет с кем. Вот жаль только, в Рено медлят с выводом модели на рынок. И пока суд до дела, конкуренты успеют переманить всех оставшихся потенциальных потребителей, если таковые в будущем году еще найдутся. Но мы не теряем оптимизма и верим в лучшее, чего и вам желаем. Поэтому всем удачи в жизни и на дорогах, увидимся уже в следующих тестах. А пока не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Всем пока! Всем привет! С вами снова Infocar.ua и новый Рено Каджар. Ну, наконец-то, к нам стали поставлять настоящие модели Рено, а не только бюджетный сегмент, который, по правде сказать, и вовсе дача. Процесс этот, правда, происходит очень планомерно и постепенно, но, слава богу, начало положено. Итак, Каджар стал новинкой не только для рынков Европы и Азии, но и для самой компании Рено. Ведь до этого опыта постройки подобных автомобилей у нее не было. Поэтому в Рено обратились ко всему потенциалу альянса Рено-Ниссан, который имелся на тот момент. Но об этом несколько позже. Сейчас же давайте знакомиться конкретно с нашим экземпляром. Это дизельная версия с шестиступенчатым преселективным автоматом и моноприводом. И это одна из тех модификаций, которые планируются к поставке на наш рынок в следующем году. Ну и относительно молодости самой модели скажу, а точнее напомню, что дебютировала она весной этого года на автосалоне в Женею. Кроме такой вот модификации можно ожидать бензиновый 1.2 с автоматом и 1.6 дизель с механикой и уже с полным приводом. И сразу же отмечу, что полный привод возможен только в сочетании с более мощным дизельным мотором. Интересно, что монопривод может комплектоваться с системой Extended Grip, которая призвана несколько облегчить передвижение вне твердых покрытий. Более подробно рассказать вам о комплектациях или же ценах, Увы, на данный момент я не могу, потому что попросту их не знаю. Они станут известны ближе к началу продаж, которая запланирована на середину следующего года. Разве что могу сказать стартовую цену Каджара на его родине во Франции. Она начинается с 22 990 евро. Дизайн нового кроссовера выполнен в стилистике концепта Capture, авторства шеф-дизайнера Рено Лоренса Ван Денакера и отличается пластичностью форм. Перед вами очередное воплощение нового стиля марки, который отличается плавными и округлыми линиями, крупной эмблемой на радиаторной решетке. Сама радиаторная решетка очень сильно изогнута, а солидности облику спереди добавляют фары с дневными ходовыми огнями с отличительным рисунком. А задняя оптика еще и фактурная и смотрится очень по-взрослому. Если вам показалось, что где-то подобный дизайн вы уже встречали, то ощущения вас таки не подводят. Каджар отдаленно похож на Ниссан Кашкай. Все-таки построены автомобили на одной платформе. Но при более детальном рассмотрении окажется, что у них нет ни одной общей кузовной панели. У каждой модели они свои, оригинальные. Кстати, в качестве своеобразного домашнего задания в Рено нас очень попросили продемонстрировать дополнительные аксессуары к этой модели. Вы наверняка уже обратили внимание на ветровики на передних дверях. А сейчас я смонтирую на крышу еще и дополнительный багажник. Посмотрим, как это получится. Смонтировать багажник оказалось несложно даже в одиночку. Никакого специального инструмента для этого не требуется. Все можно осуществить, как говорится, голыми руками. Сначала монтируем и зажимаем поперечины, а затем крепим к нему непосредственно багажный бокс. Мне это удалось сделать даже без особой сноровки и подготовки. Главное было не задеть сам автомобиль. Притягивается бокс с помощью четырех винтов, но по большому счету он не имеет защиты от воров, потому что не закрывается. Даже в сложенном состоянии любой прохожий может его поднять, открыть и, соответственно, открутить и унести. По всей видимости, такая конструкция крепежа рассчитана на спокойную и честную Европу. Впрочем, ее плюсом является то, что когда бокс не используется, его можно схлопнуть, так сказать, в походное состояние. И тогда он будет оказывать меньшее сопротивление воздуху. Но, тем не менее, с боксом на крыше расход, как мы поняли, возрастает в среднем на пол-литра. И надо обязательно не забыть, что если установлен бокс на крыше, то действует ограничение максимальной скорости 130 км в час. Впрочем, это справедливо для всех боксов. Дверной проем в Каджаре очень широк, поэтому и посадка, и высадка происходят на передние кресла без особых стеснений. Сидения также комфортно и радостно, можно сказать, принимают водителя в свои объятия. Причем, боковая поддержка здесь, казалось бы, ярко выражена, ее хорошо видно. Но при этом тело она удерживает комфортно, аккуратно, скажем так, и сильно не стесняет. Тем более, сама спинка высокая, но в плечах не жмет. То есть, здесь конструкторы все проработали и рассчитали правильно. Если говорить о регулировках на водительском месте, то здесь они достаточно велики, как у рулевого колеса. Особенно по глубине. И само кресло также регулируется в широком диапазоне. И скажу вам, что я свою удобную посадку подобрал очень быстро. Дизайн салона в целом получился весьма самобытным. Пусть в нем не сразу признается Рено, но и родственный Ниссан здесь не чувствуется. Да, очень схож блок двойного климат-контроля, но и здесь он немного иной. И одинаковые некоторые кнопки по мелочам. Зато есть ухватистая ручка для переднего пассажира и держатель для монеток. И, кстати, на этом же месте живет шайба выбора режимов полноприводной трансмиссии, если Каджар оснащен таковой. Ну, а если серьезно, самые главные фишки его салона – это мультимедийная система Air Link 2-го поколения и приборная панель. Вся информация, предоставляемая на нем водителю, подается на экранах. Здесь их три. И ни одной аналоговой стрелки вы не найдете, только их имитацию. К подаче самой информации я привык довольно быстро. Но самое классное, что вид центрального экрана можно настраивать. Имеется четыре вида шкал и пять вариантов подсветки. Комбинировать их можно по своему усмотрению. В сочетании множество. Правда, следует признать, что не все цветовые схемы можно выдерживать долго. Например, фиолетовую. Но решение классное. Мультимедия обладает цветным сенсорным экраном диагональю 7 дюймов, неплохим функционалом, включая GPS-навигацию, и дружелюбным к пользователю интерфейсом. Вся информация в меню сгруппирована по блокам, поэтому пользоваться ей удобно и нужные функции находишь буквально интуитивно. И что немаловажно, она не тормозит. Даже при быстрой работе с картами претензий у нас к ней не возникло. Разве что к кнопкам приблизить и удалить, которые спрятаны в подменю. Сама картография обширна и включает западную и восточную Европу. Как и в случае с приборами, должное внимание уделено индивидуализации. Есть несколько предустановленных профилей, есть возможность слегка настроить оформление под себя. А больше всего мне понравилось управление рабочими столами, содержание которых выбирается по желанию. В этом плане второй R-Link сильно приблизился к операционкам для смартфонов. Из интересных функций я бы отметил подробный отчет об экономичности поездки. И здесь же даются подсказки, как вам достичь еще лучших показателей. Мониторинг качества воздуха, это я, наверное, впервые встречаю. Бывает ионизация, но вот так, чтобы показывало, какой воздух был, какой он сейчас, чище или грязнее. Опять-таки удаление запахов, это, пожалуй, впервые. Потом имеется давление в шинах. На автомобилях такого класса нечасто встречаемая функция. И оно же выводится на приборку прямо перед глазами водителя. А также понравилась камера заднего вида с траекториями. В зависимости от поворота руля они меняются. Кроме того, можно настраивать по камере настройки. И здесь зайдем в подменю. Настройки изображения. И можно настраивать яркость, тональность буквально. То есть все эти тонкие параметры. Я вам скажу, даже без особых тут настройки. Я ими не игрался. Но в ночное время назад видимость хорошая. То есть камера справляется и в темное время суток. Ну вот, пожалуй, самые прикольные фишки этой системы. А вот посадка на задний ряд уже не такая вольготная. В основном из-за зауженного проема двери и самой двери, которая открывается на небольшой угол. Хотя, находясь уже непосредственно на заднем диване, мне с моим ростом 1,82 метра довольно просторно. Есть запас до спинок. Очень вольготно ступням. Даже в самом низком положении кресла. Ими здесь можно буквально размахивать. И есть, что немаловажно, запас над головой. Кстати, по своему заднему ряду Каджар очень схож с Кашкаем. Потому что по пространству здесь все примерно так же. Некоторые элементы заимствованы напрямую. Например, дверные карты. У них здесь жесткий пластик. На передних был мягкий. Подлокотник вот точно такой же, с двумя подстаканниками. И большая ниша по центру. Кстати, в более дорогих версиях, насколько я помню по Кашкаю, здесь должны быть два дефлектора для задних пассажиров. Ну что, смотрим багажник. Клавиша его открытия находится довольно низко. И в плохую погоду наверняка будет пачкаться. Но низости порогу это не добавляет. Он, как видим, не такой уж и маленький. По заявлениям производителя, объем данного багажного отделения 409 литров. Это с учетом запаски в подполе. Ну и будем надеяться, что нам не соврали. И на вскидку внешне плюс-минус где-то оно так и есть. Может быть чуть меньше 400, я бы дал 370. Багажник достаточно широкий, но невысокий. Почему? Потому что здесь двойной фальшпол на самом деле. Есть вот такой вот органайзер, где можно припрятать то, чем пользуешься редко. Например, какой-то ветош или еще что-то. Вот эти две створки вынимаются. Здесь вот у нас уже под настоящим фальшполом находится докатка. Небольшой набор инструмента. Но это стандартно, в общем-то. И еще хотел бы отметить две ниши по бокам. Они довольно большого объема. То есть что-то в них можно упрятать. Ага. Ага. Обратно просто так не хочет. Вот эти вот ниши я имею в виду. Слева и справа. И что привлекло мое внимание, кроме этого, шторка. Вот на самом деле сейчас пошла какая-то мода на шторки из очень дешевого материала. Не знаю, может быть это экологично или какая-то забота о вторсырье, о переработке материала из него. Но на самом деле выглядит это все просто очень дешево. Так, идем дальше и складываем задний ряд сидений. Делается это очень легко и просто из самого багажника. Клавиша номер один. Большая половина сложилась. И клавиша номер два меньше. Как видите, мы получаем фактически ровный пол с учетом нашего фальшпола. И довольно внушительную погрузочную площадку. Но, если вам нужно ее удлинить, то есть, например, какой-то карниз для штор вы везете для своей тещи, то дополнительно можно сложить спинку пассажирского переднего сидения. Идемте посмотрим, как это происходит. Вот какая площадка у нас получилась. Прилично. Как я уже упоминал, Каджар построен на одной платформе с Nissan Qashqai. Называется она CMF, что расшифровывается как Common Module Family. По своей сути, она напоминает таковую платформу концерна Volkswagen. И является очень гибкой и моделируемой. То есть, это...